20 марта 2018 года исполнилось 85 лет Александру Моисеевичу Городницкому. Александр Моисеевич Городницкий, советский и российский поэт, один из основоположников жанра авторской песни в России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат государственной литературной премии имени Булата Акуджавы, член Союза писателей России и Московской городской организации Союза писателей России, член Международного пен-клуба и Русского национального центра пен-клуба. Геофизик, доктор геолого-минерологических наук, профессор, академик Российской Академии естественных наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Института кинологии имени Шершова. По своему мировоззрению, шестидесятник, стихи и песни Городницкого переведены на языки многих народов мира, включены в школьные программы. Его творчеству посвящены многочисленные научные статьи, кандидатские и докторские диссертации. Песня Городницкого «Атланты держат небо» является неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Именем Александра Городницкого названа Малая планета Солнечной системы, астероид, за номером 5 988. Городницкий и перевал в Саянских горах. Александр Моисеевич Городницкий несколько раз посещал Австралию по приглашению клуба бардовской песни «Южный крест». И студия «Спутник» записывала встречи, интервью и концерты Александра Моисеевича. Мы решили поднять наши архивы и показать вам... Мы начнем с этого вопроса. Я представлю вас, конечно, нашей австралийской публике, как известного поэта, барда, ученого. Но я знаю, что вы специалист и в других вопросах. Как в Австралии женщины? Вы знаете, я первый раз попал в Австралию в далеком 1974 году на борту научно-исследовательского судна Дмитрий Менделеев. Мы пришли на конгресс в Сидней. И меня поразили, прежде всего, я еще был молодой, понимаете, мне меньше всего поразили экзотические красоты, эндемичные животные. Меня более всего поразили женщины. Удивительные, красивые. Они, понимаете, они отличались... Русские женщины тоже замечательные, но эти отличались, как дикие гуся от домашних. Они, помимо того, что они красивые, они еще сознают, что они женщины, как они идут, как они... Они свободны. Они свободны. Поэтому австралийские женщины меня поразили. То есть, это как бы английская кровь, которая на этих местных, на солнцем, на хлебах и прочее, прочее, превратилась в действительно такую очень красивую порогу. Но это было до французского посла жены? Нет, это было до жены французского посла, но и после жены французского посла я мнение не поменял. Мнение не поменялось, да? То есть, наши женщины идут в сравнении с французами? Нет, они намного превышают. Это мнение специалиста. Ну, конечно, а как же? Ну, знаете, я хочу сказать, что на меня уже написана пародия, если говорить о специалисте, то надо вспомнить пародию, написанную на меня на известную песню про Канаду. И нельзя называть причину, от которой вся кручина, хоть похожая на мужчину, но только все же не мужчина. Поэтому это все, так сказать, в прошлом. Ну, не будем переходить к печальным, так сказать. Нет. Дело в том, что мы с вами практически ровесники. Да? Мы прожили, да. Плюс-минус. Плюс-минус пять лет. Я вот только неделю назад отметил свое 70-летие. А, ну вы еще мальчик. Еще мальчик, конечно, конечно, мальчик. Безусловно. Безусловно. Тинейджер, да? Да, тинейджер. Да. Это хорошо. Значит, но все-таки у вас большущий жизненный опыт. Естественно. То есть, естественно, вы много повидали стран, людей, народов. У меня есть вопрос. Может быть, он... Короче говоря, как вы считаете, вот все, что построило человечество в мире, самые большие соборы, самые большие храмы, самые большие художественные, литературные произведения и так далее, они все написаны под влиянием религии. Это что, заблуждение человечества? Или это мы с вами заблуждаемся в оценке этих вещей? Это мы воспитанные, я имею в виду... В душе дилектического материализма? И атеизма, да? Да. Вот это, как вы это считаете? Ну, прежде всего, Гриша, я бы отделил понятие религии, которые отношусь с большой осторожностью, от присутствия Бога. Ибо церковные перегородки, по моему глубокому убеждению, до неба не доходят. Гораздо сложнее обстоит вопрос о материальном и нематериальном вложении в гениальные произведения человечества. Понимаете? Потому что очень часто, я помню, как Анна Андреевна Ахматова на этот вопрос ответила так. Трудно ли писать стихи? Она сказала, а чего ж трудного, когда диктуют? Понимаете? Я думаю, что, конечно, крупнейшее произведение человечества, от, не знаю, от какого-нибудь Кёльнского собора. Ведь, кстати, интересно, что в средние века в Германии мастерам, даже великим мастерам, запрещалось представить имя на своих произведениях. Он считал, что все они недостойные рабы Господа Бога, который вложил в них эту божественную силу. Так что, вопрос достаточно сложный. Если в детстве я был воспитан под такой сталинский барабан гиректического материализма и был примерным учеником, то на старости лет, на склоне уже своей жизни, я начинаю подозревать, что всё это не так просто. И что во многом мастера, художники, великие творцы были антенной, так сказать, достаточно чувствительной, точно передающей, но не более, чем антенной. Точно принимающей. Точно принимающей. Принимающей, да. Да. Да, возможно, возможно. Значит, ну а приходилось ли вам сталкиваться с какими-нибудь проявлениями, ну, внеземных, будем говорить, сил? Вы же были и в океанах. И в океане, я провёл в океане около 40 лет, в мировом океане и так далее. Я, скажем, неопознанных летательных объектов, например, не встречал никогда. Но в последние годы там, в связи с моими погружениями, в связи с моими погружениями на подводном аппарате в Северной Атлантике, я начал верить в идею Атлантиды, например, который не верил до этого. Потому что мы нашли там странные сооружения, напоминающие развалины древнего города. И вообще до старых селет я перестал верить во всемогущество науки. Я понял, что оно очень относительно. Что мы очень самодовольны, и нам рано задирать нос, потому что мы очень мало знаем о окружающем мире и о механизме жизни и других проявлений. Понимаете, что, например, всеобъемлющие теории, в которые мы верили в юности, которые у нас, так сказать, воспитывали, что все надо объяснять с этих позиций, они гораздо слабее, чем казались с первого взгляда. Например, теория эволюции видов Дарвина. Вот я хотел бы сказать, как он к нему относится. Я отношусь к нему как к великому ученому, создавшему действительно великий труд эволюции видов. Но она вовсе на сегодняшний день также отличается от сегодняшних потребностей человечества. Как, скажем, ньютоновская механика не может объяснить нелинейную механику или сверхсветовые скорости и теории относительности Эйнштейна. Просто Новый век дает новые условия для науки, и старые уже их не объясняют. То же самое с эволюционной теорией Дарвина. Например, я в последнее время начал увлекаться теорией катастроф, а с там полночным, который был великий французский призерок Чёршки-Веющий на рубеже 18 века. И я считаю, что в наше время есть яркие свидетели с того, что развитие жизни на Земле и развитие человечества не было таким гладким от низшего к высшему, а прерывалось с глобальными катастрофами, которые всё кидали на какой-то другой уровень, и всё начиналось сначально. И не исключаете возможность привнесения извне на жизнь? Абсолютно не исключаю, потому что, конечно, космогонические и космические теории, они имеют большое, так сказать, значение для нас сегодня. Например, влияние падения метеоритов на гибель динозавров где-то на рубеже Мела, там, 70 миллионов лет назад, и многое другое. И не только это. У меня, например, я в последние годы попытался сформулировать модель катастроф биологических поверхностей Земли от инверсии земного магнитного поля, потому что вообще-то я свободный от песен времени, я профессор геофизики. И по вечерам ещё. Да, по вечерам ещё. В 18 лет я руководил лабораторию геомагнитных исследований в ведущем нашем институте, институте океанологии российской доземеновки. Так что... Спасибо.